Сделать так, чтобы стрелки и светофоры работали правильно, а пассажиры доехали вовремя и были в безопасности – вот задача электромеханика. Под контролем бригады Владимира Сидоркина более 300 километров железнодорожных путей. Иногда ему приходится проводить целые расследования, узнавать, почему и как возникли повреждения и устранять их. Каждый случай уникален. Самая большая сложность в нашей работе – это большая ответственность, потому что любая наша ошибка может привести к большим последствиям. Даже тот же отказ, тоже нарушение нормальной работы стрелок, светофоров может привести к задержке пассажирских поездов, грузовых поездов. Владимир Сидоркин родом из совхоза Архголицинский. С детства увлекался радиоэлектротехникой. Окончил Мордовский университет. Трудился наладчиком технологического оборудования и даже сварщиком. С железной дорогой судьба свела его ровно 20 лет назад. За эти годы он не просто освоился, внес более 40 рационализаторских предложений. Они с успехом внедряются и улучшают работу. Станция имеет очень большое путевое развитие. И по всем некоторым путям разные скорости, разные расстояния до светофоров. Мы с коллегами предложили под моим руководством усовершенствование схем, которые позволили каждому конкретному поезду при приеме на определенный путь затрачивать наименьшее время. Покой Владимиру Сидоркину только снится. Рабочий день ненормированный, трудится не только в помещении, но и на улице. Отмечен грамотами от правительства Мордовии и руководства Куйбышевской железной дороги. Внимание президента, медаль ордена за заслуги перед Отечеством второй степени – большая честь. Но, как признается сам наш герой, он работает не ради наград. Ирина Пятина, Иван Мизерский, Народные новости, Рузаевский район.